Мы разговариваем с человеком, слышим его, чувствуем его, понимаем его, соединяемся с ним, вот так вот соединяемся с ним в энергии, нам его ответы не нужны, сейчас я вам про это расскажу, нам его ответы не нужны, мы слышим его состояние без даже его ответов, мы задаем вопрос и уже ощущаем в энергии Настоящий ответ, не то, что сейчас он скажет своим ртом, настоящий ответ Так, соединиться с клиентом, мысль это энергия, разреши себе читать мысли, чувствуя его энергии, классная тема, давайте мы это сейчас с тобой обсудим Человек это не физический набор элементов, человек это энергия, дух, душа, божество, которое находится внутри физического тела Тело это скафандр, в котором человек живет Физический мир, который кажется очень реальным, является ничем иным, как результатом твоего воображения Есть такая теория, что Бог заснул и придумал весь мир, существующий в своей голове Мы такие, ну подожди, у нас мир физический, вот стул, вот стол, вот камера, вот у меня тело, я могу ущипнуть себя, мир физический, настоящий А ученые раз разобрали атомы и говорят, вы знаете, что там пустота, что плотность стола плотнее, количество атомов больше, плотность больше, но основа стола пустота Человеческое тело обладает определенной плотностью, но по сути состоит также из пустоты Материи, есть такая теория в квантовой физике, что если собрать всю материю в мире Материи в мире, вот всю собрать ее, получится спичечный коробок материи И то это какие-то оттенки материи, материи не существует, все, что есть, является квантовым полем Мы привыкли так называть квантовое поле, потому что люди пока не знают, как это называется по-настоящему, из чего это состоит Вы, возможно, слышали про эксперимент, про частицы и волну, про квантовое поле Наш мир состоит из частиц и волн, что материя это иллюзия, что по факту все является энергией Даже физический мир является энергией И все понятие относительное, все, что есть в нашем физическом мире, ученые сейчас это все исследуют И приходят к выводу, что мы электромагнитная волна, весь наш мир по факту, по сути Мысль это волна, мысль, которая в нашей голове, это электромагнитная волна, которая проистекает из нас Бог заснул и придумал себе сон, придумал себе в мыслях весь наш мир А мы в нем живем и настоящие, чувствуем, что все по-настоящему Так вот, даже если не брать такую духовность, наш физический мир является тенью энергии, которой мы наполнены Вам не нужно это объяснять клиентам, это я вам объясняю, чтобы вы поняли, как это работает Все является энергией Каждая мысль в голове является энергией Что такое страх? Страх это определенное предложение, которое сидит в голове у человека Есть какая-то мысль, если я стану богатым, я умру Если у меня будут деньги, у меня их заберут Генетика, ДНК, говорят тебе об этом, что у твоих предков забрали деньги И ты об этом знаешь, когда к тебе деньги придут, у тебя их заберут У тебя будут неприятности, человек делает все, что угодно, чтобы не было денег У человека в голове, когда я стану богатым, я изменю своей жене, брошу ее, у меня будет другая женщина Все, и когда он приходит в богатство, у него эта мысль срабатывает, и он теряет деньги Каждый раз, снова, снова и снова, каждый раз Мысль это энергия Ты как духовно-энергетическое существо можешь чувствовать энергии вокруг себя Ты можешь быть приемником, ты можешь быть источником энергии, а можешь быть приемником энергии Ощущать энергию со всего этого мира И представляешь, ты можешь ощущать своего клиента, его состояние, его мысли Ты можешь соединяться с ним и быть с ним одним, целым, неразрывным Со своим клиентом С кем ты сейчас общаешься, соединившись с ним Как соединиться? Просто разреши себе эту теорию, эту мысль Что я слышу энергию человека Энергия это состояние Ты чувствуешь его состояние сейчас Но потом, когда начал его чувствовать, разреши себе больше Разреши себе, что ты можешь читать его мысли Ты можешь знать его ответы до того, когда он их произнесет Просто работа с твоей психикой Разреши сам себе, что это возможно Как к этому прийти? Это очень просто Смотри Задаешь вопрос клиенту Любой Вопрос на самоанализ Чтобы он проанализировал сам себя И говоришь ему, что для тебя Мама Ну, для примера Сколько от нуля до десяти Тебе вызывает в энергии слово Мама Это самоанализ И вот он просто включает свою силу воображения Ощущает маму И думает, сколько мама у меня занимает напряжение Энергии Он такой говорит, восемь А ты до того, как он ответил Тоже задавая ему вопрос Пытаешься ощутить, сколько для него будет слово Мама Он говорит, восемь Ты такой, ну да, восемь А если ты чувствуешь, что не восемь, а шесть Ты говоришь, а может быть шесть? Он такой, ну, наверное, все-таки больше к шести Чем к восьми Ты говоришь, отлично Следующий вопрос Ты задаешь ему разные вопросы И он дает обратную связь Сколько для него это нагрузка Он, к примеру, говорит, у меня долги Помоги мне разобраться с долгами Ты говоришь, отлично А сколько у тебя долги вызывают энергии От нуля до десяти И он такой, восемь А ты такой, нет, не восемь Два Ты ощущаешь, что у него проблем с долгами нет Все, что ниже пяти Не вызывает особо большой нагрузки Все, что больше пяти Вызывает нагрузку Этой технике меня научил Константин Тодд Очень классно подсветил Объяснил И на практике это показал, как это работает Самоанализ И соединение с клиентом Ты чувствуешь просто внутри себя Ты чувствуешь так же, как чувствует он А больше тебе вопросы от него не нужны Ты просто задаешь ему вопросы И знаешь ответы Даже если он тебе не отвечает Прикинь Вы с ним на одной волне Ты чувствуешь все, что он говорит Ты сканер, который его сканирует Поэтому разреши себе чувствовать И в твоей работе, в коучинге Ты просто знаешь правду От тебя скрыть ничего нельзя Субтитры сделал DimaTorzok